Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как мужа бросить курить? Последний раз он бросил курить, через какое-то время я его спалила. Запах в ванной. Мы планируем реперку, но каждый раз он срывается и начинается все заново. Обычно он начинает на нервах, а бывало этот нервный момент перетерпит и все равно через несколько дней закуривал. Курить он полжизни, за последние 9 лет, дольше месяца он не держался. Он знает, что я не согласился на зачатие при таком раскладе и все равно продолжает курить. При этом детей он захотел раньше меня, я в растерянности, мне обидно. За его вранье, за его безответственность и за такое отношение. Получается, ему сигареты важнее семьи. Я сама курила, бросила, подскажите, пожалуйста, мы дали в таком случае что-то сделать. Спасибо. Ну, сделать с кем? Если сделать с вашим мужем, то, пожалуй, что нет. Потому что ваш муж в этом смысле должен, наверное, сам увидеть проблему и сам в первую очередь как-то признать, что не справляется сам. И обратиться за помощью. Потому что действительно не каждый человек может бросить курить. Никто не каждый человек может от этого отказаться и, соответственно, ну, сигареты это... по сути, по сути, по сути, зависимость. Это вот такая же зависимость, как любая другая. И в общем и целом, от этого никуда, в этом смысле не уйти. Другой вопрос и... Другое дело... Вот, другое дело... заключается в том, что вы... ведете себя в данном случае как родитель. То есть вы его парите, вы ему предъявляете, вы на него давите. И это, скорее, ваша тревожность и ваше чувство, что есть какая-то неопределенность. То, как вы обращаетесь со своими чувствами, то, как вы говорите о том, что получается, что ему сигарета важнее, там, семьи... Вот, говорит в целом о вашей неуверенности в себе, о некоторой тревожности. И с этим вот в первую очередь нужно работать, потому что у мужа есть свои проблемы, а у вас свои. И, на мой взгляд, не нужно перекладывать ответственность за то, что чувствуете вы, на вашего мужа. Вот. Это было бы не... Ну, это было бы некорректно, пожалуй. Вот, поэтому тут вопрос заключается в том, как мне видится. А хотите ли вы, сами вы, что-то изменить в себе, вот именно в себе? Считаете ли вы что-то своей проблемой? И учиться, учиться, учиться конструктивному общению, а не деструктивному, как сейчас. В общем и целом, отталкивая только лишь своего супруга. Вот. То есть, отталкивая его и давя на него и так далее. Кроме того, если человек начинает курить в условиях нервного переживания, то очень важно корректно обращаться с этим самым нервным переживанием. То есть, очень важно выстраивать диалог, выстраивать контакт между вами. Так, чтобы мужу было возможно, чтобы для него была возможность проживать нервные эпизоды. Ну вот. Без таких последствий. Тот факт, что ваш муж вас обманывает, да, условно говоря. Связан за связан с чувством вины. То есть, люди обманывают и люди врут, когда боятся, то есть, есть страх. И когда, вот, чувствуют свою вину. И получается так, что вы ответственны за то, что ваш муж, вот, 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 он чувствует вину. Да, он боится, он, вот, не доверяет вам. Вот. На мой взгляд, мне показалось, что вы, кто вот, склонны судить по себе, да, то есть, я бросила, типа, и ты тоже можешь бросить. Ну, это так не работает. То есть, если у вас получилось, и вы смогли хорошо, то это не значит, что другой человек так же легко сможет это сделать. Поэтому тут вам нужно, в данном случае, больше прислушиваться к своему мужу и к его реальности. Ну вот, реальности его потребности курить и его желания бросить. Не менее важным, как мне кажется, аспектом является то, что для вас и для него, значит ребенок. Ну, то есть, какое значение для вас имеет ребенок, какое значение для него имеет ребенок. Вот. Это очень важно, поскольку, ну, вот, значимость детей для каждого может быть своя. Вот. И вполне вероятно, что, ну, мужчины, вот, ну, как-то не считают, что сигареты, например, да, но на самом деле играют, вот, ну, как какое-то существенное значение в вопросе зачатия ребенка. Вот. Ну, многие люди так считают, так считают и, в общем-то, ничего удивительного или ничего страшного в этом нет. Да, то есть, тут нужно смотреть, насколько вы можете говорить адекватно о проблемах, да, насколько вы можете адекватно говорить о том, что беспокоит, условно говоря, каждого из вас, что важнее каждому из вас, и не переносла ли, условно говоря, идея ребенка, да, вот, ну, у вас что-то такое самостоятельное, перекрывающее, как бы, по своей значимости отношение, собственно, между вами. То есть, когда отношения становятся, как бы, уже ради, вот, ну, гипотетически ради ребенка, да, например. Или гипотетически ради того, чтобы человек бросил курить. Вот, то есть, как бы, это не есть хорошо. То есть, если что-то не получается, значит, вы не готовы к рождению ребенка. Вот. Если муж срывается. А вы, вот, насильно, как бы, заставляете, да, там, мужа, там, что-то делал, что-то делал. Вот. Ну, и, как вы сами видите, отношения ухудшаются. Вот. Поэтому, начинать нужно с уверенности в себе и с разграничивания ответственности. Вот. Значит, с принятием личной ответственности за то, что происходит. Проработку ваших внутренних страхов, проблем с самооценкой. Вот. И если муж также считает это проблемой, да, то ему вместе с вами желательно обратиться, значит, к психологу и вместе вот с вами там, ну, обговорить. Какие-то, какие-то вещи важные, научиться, пожалуй, застряивать диалог. Вот. Вот. Потому что, ну, есть такое ощущение, что вы этого делать как-то не умеете. Вот. А дальше уже будет видно. То есть, ну, у меня, например, сложилось такое впечатление, что он... Мммм... Ммм... Ммм... Ребенку вы вот слишком много... Ммм... 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 Ммм. Ммм... Проект должен что-то привнести... Ммм... Ваши палом... Ммм... Хотя это вот совсем не так. Любiniz не должен этого делать. Ммм… Такая вот история. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.